Все. Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, сегодняшний вечер мы посвящаем нашим святым отцам в Древней Церкви, и сегодня мы рассмотрим с вами житие святого преподобного Алексея, Человека Божия. Сейчас он представлен на экране, и то житие, которое он прожил, является для нас очень замечательным, примечательным тем, что он оставил всю свою бренную жизнь, оставил все то имущество, все те блага, всю ту цивилизацию на тот момент, которая была, для того, чтобы послужить Господу Богу. Святой Алексей, Человек Божий, он родился в Риме при императоре Аркадии, примерно в 395 году или 408 в это время, в семье знатного и богатого сенатора по имени Эфимиан и его подруги Аглоиды. После многих лет скорбного бесплодия родителей. Житие говорит нам, что сенатор Эфимиан отличался благочестием, душевной добротой, милосердием, больным и стражущим. Он строго соблюдал заповеди Божии, ежедневно устроял у себя в доме три трапезы для вдов, сирот, нищих, странных и больных людей. Сам же он принимал пищу лишь по истечении девятого часа, разделяя ее со странствующими иноками, а до этого времени всегда постелся. А если случалось, что в виной день к нему собиралось мало нищих и приходилось поэтому раздавать милость не менее обыкновенного, пишет святитель Дмитрий Ростовский, то Эфимиан падал тогда в горе, на землю и говорил, я не достоин жить на земле Бога моего. Хотя Эфимиан был очень богат, так что даже слуги его, число которых доходило до трех тысяч, носили шелковые одежды, но при всем этом он был несчастен, так как по причине неплодства своей жены он не имел детей. Но благочестивая Аглоида не оставляла надежды. Она была женщина богобоязненная, любящая своего мужа и щедрой нам милостой. Сокрушаясь со своим небесплодием, часто обращалась к Богу с такой молитвой. Господи, вспомни о мне недостойный рабе Твою и избавь меня от неплодства моего, чтобы мне быть матерью. Дай нам сына, который был бы с радостью в жизни и опорой в нашей старости. И Господь по милосердию Своему услышал ее молитву. И к великой радости мужа она родила сына. Отец назвал младенца Алексеем. В переводе в язык это имя означает «защитник». Алексей рос здоровым ребенком, учился прилежно, хорошо, получил самое лучшее образование на то время. Начав обучение шестилетным, скоро усвоил обычные, для того времени, светские науки. Но особенно хорошо изучил священные писания и церковные книги. Из отрока образовался разумный и благочестивый юноша. По ксильной суетности скороприходящих всех мирских благ, он решил отречься от них для получения благ вечных. Поэтому он даже начал носить острую бласяницу до умерщвления своей плоти. Когда Алексей вошел в возраст, то есть достиг совершеннолетия, родители Еофемиан и Аглаида решили устроить женихбу на молодой девушке, знатой римской семьи. Невеста была очень красива, богата, царского рода. Таинство бракосочетания было совершено в церкви святого Ванифати. И весь тот день до ночи прошел веселье. Будучи святой, превыше всего ценил девство. Он окончил... Алексей прошептал ей на ухо несколько слов. Отдал ей свой золотой перстень и драгоценную поясную пряжку. Обернул их в порфирную ткань. По преданию он сказал нам о брачном. «Сохрани это, и да будет между тобою и мною Господь, доколе не обновит нас своей благодатью». После этого молодой супруг вышел из брачного покоя и удалился в свою комнату, где заменил богатые одежды бедными. И в ту же ночь он тайно покинул родительский дом и вышел из города, захватив собою из своего собственного имущества немного золота и драгоценных камней. В Эдессе сохранился запечатленный на площанице нерукотворный образ Иисуса Христа, посланный Господом во время его земной жизни к князю эдесскому Афгарию. На фото это картина и фреска сенальского монастыря святой Екатерины. Святой Екатерины, изобращающую передачу святого бруса царю Афгарию. При виде образа Христа, образа Иисуса Христа, святой Алексей весьма обрадовался и продал все святые, все взятые из дома драгоценности, полученные от продажи, деньги раздал нищим, а сам оделся в рубище и сам стал жить подаянием. Местом пребывания святого была папередь храма Пресвятой Богородицы, а жизнь его была строго подвижническая. Он постоянно постился, пушал только хлеб и воду и в чрезвычайно умеренном количестве. И каждое воскресенье приобщался святых христовых таинств, по ночам бодрствовал и молился, одевался в нищенскую рваную одежду, а милостыню, поданную приходящим в храм верующим, раздавал престарелым нищим. Ходил он постоянно с опущенным низ головой, возносясь умом Господу Богу, и непрестанно размышлял о нем. От такой суровой жизни иссохло все тело святого. Увяла красота лица, глаза впали, зрение ослабло. Так прожил преподобный Алексий при церкви 17 лет. Родители и жена святого Алексия были очень опечалены его исчезновением. Отец отправил слух во все концы на поиски сына, а мать, одетая во гретище, пребывала в затворе безутешно, в подавленном состоянии духа. А супруга, раздражая, подражая любви горлицы к своему супругу, ожидала хоть какого-нибудь известия. Некоторые из посланцев Химияма добрались до Эдессы. Они входили в храм Пресвятой Богородицы, проходили мимо Алексея, подавали ему милостыню, но даже не подозревали, что это и есть их знатный хозяин. Аскеза и дурное к нему обращение, которое он, любив Богу, переносил с благодарностью, изменили его телесный облик Алексея, и слуги отца не узнали ему. Святой же Алексей узнал их и поблагодарил Бога, давшую возможность принять милостыню от своих слов. Слуги вернулись в Рим, так и не найдя Алексея, и никому из родных не было откровения о нем. Тогда они смирились, и хотя продолжали скорбеть и тосковать, они положились на волю Божию. Своим житием Алексей снискал любовь к Божию. По предшествии долгих семнадцати лет к церковному Ризничному, по другим источникам, сторожу и панамою храма, явилась сама Пресвятая Богородица и открыла, что нищий Алексей есть человек Божий. Она приказала, чтобы человеку Божию вели войти внутрь церкви. После этого люди начали воздавать преподобному Алексею почести. От этого он тайно сбежал. Святитель Дмитрий Ростовский так описывает это событие. В это время было о нем откровение по намолю церкви Пресвятой Богородицы. Он увидел святую икону и говорящую к нему, «Веди в мою церковь человека Божия, достойного Царствия Небесного. Молитва ее восходит к Богу, как кадил благовонный, и Дух Святой почивает на нем, подобно венцу на главе царской». После видения Панамарь искал человека в такой праведной жизни и, не находя, обратился с молитвой Пресвятой Богородицы, прося ее помощи для исполнения данного его повеления. И опять в видении он услышал голос от иконы Пресвятой Богородицы, что человек Божий есть тот нищий, который сидит у ворот церковной памяти. Панамарь, найдя святого Алексея, вел ее для пребывания в церковь, и многие, узнав о праведной жизни человека Божия, стали почитать ее. А он же, избегая славы человеческой, тайно ушел из города. Алексей сел на корабль, плывущий в Тарс. Это город Малой Азии, родина святого апостола Петра. Другие жития говорят, что он сел на корабль, плывущий в Киликию, это юго-восточная область Малой Азии, где расположен город Тарс. Думая про себя, пойду в Киликию, где меня никто не знает, и буду жить при храме святого апостола Павла. Но корабль попал в сильную бурю, и несколько дней блуждал. Сбившись с курса, на конец ветры пригнали ее к берегам Италии, неподалеку от Рима. И святой увидел в этом божественное знамение, Божий промысл, и покорился ему. Он пошел к отчему дому, будучи уверен, что его не узнают. Встретив своего отца, Алексей стал просить у него приюта и милостыни, будто нищий, упомянув, что и его кровные странствуют на чужбине. Ефимиан действительно не узнал любимого сына, но со времени горестной утраты он еще сильнее, чем раньше, был расположен в делам милосердия и приказал слугам дать кров бедному страннику и кормить его остатками трапезы так долго, как он этого захочет. Очень трогательно это событие изложенный святителем Дмитрием Ростовским. Он пишет, «Он встретил своего отца, возвращавшегося домой из дворца в сопровождении многих слуг. Покшусь ему до земли, Святой Алексей сказал, «Воихся в каком-либо углу двора твоего и питаться крупицами, падающими с твоего стола». Господь же благословит дни твои и дарует тебе Царствие Небесное. «А если ты имеешь кого-либо из родных твоих, находящегося где-либо в странствовании, то он возвратит тебе его здорового». При словах нищего странствования Ефемиан тотчас вспомнил возлюбленного сына своего Алексея, прослезился и милостивно исполнил его просьбу, дозволив жить во дворе своего дома. Он сказал рабам своим, «Кто из вас хочет послужить этому нищему? Если он угодит ему, то клянусь получить полную свободу и награду от меня. Устройте ему небольшое помещение преддверит дома, так, чтобы мог я чаще видеть его, и пища пусть подается ему с моего стола, и никто из вас не должен оскорблять его». Ефемиан был очень рад принять нищего. Он дал ему место в сенях своего дома, приказал вносить ему пищу с хозяйского стола и представил слугу для помощи ему. Поэтому слуги Ефемиана стали завидовать Алексею. Они из-под тяжка оскорбляли его, но преподобный без единого слова недовольства и даже радостно принимал оскорбления и насмешки слов. Он прозревал в этом дьявольское наущение и принимал издевательства со смирением. И удивительно было терпение человека Божия, восклицает святитель Дмитрий Ростовский. Много неприятностей или огорчений, особенно поздним вечером, приходилось ему испытывать отрагов отца своего, из которых иные таскали его за волоса, другие за ушали, тыки, выливали на голову помои и вообще издевались над ним самым жестоким образом. Он же проносил все это молча, зная, что они так обращаются с ним по наущению дьявола и молитвою вооружался против его поздним, побеждая их терпение. Свидетель Дмитрий подчеркнул еще одно обстоятельство, свидетельствующее о великом терпении святого Алексея. Против его помещения находилось окно комнаты его невесты. Она, подобно Руфи, не захотела идти в дом своего отца, но сидела, горюя, со своей свекровью и часто слышал святой рыдания и жалобы матери и невесты своей одной об утрате сына, а другой мужа. Их слезы переполняли его сердце жалостью, но любовью к Богу он побеждал плотскую любовь к невесте и родителям. Это терпение почти невыносимых скорбей ради Бога даже утешало его. Никем не узнанный святой Алексей жил при доме своих родных. Все почитали его за нищего, не имеющего приюта. Над тем, кто был господином дома, сыном и наследником, рабы издевались, как и чужаком. По-прежнему питался он только хлебом и водой, да и то в таком количестве, чтобы не умереть от голода или жажды. По ночам бодрствовал и молился, и всякий воскресный день он приобщался в храме Святых Христовых Таинств. Так прошло еще семнадцать лет. Когда приблизилось время кончины, преподобный Алексей почувствовал это. Господь открыл ему день и час, когда призовет раба своего от временной жизни, в которой он испытал столько нищеты, лишений, в жизнь вечную. Святой Алексей попросил свиток и чернила у служащего ему раба и описал всю свою жизнь. Для убеждения родителей в том, что он действительно их сын упомянул о некоторых обстоятельствах своей жизни, известных только им одни. Написал и о том, что говорил невесте в ночь ухода из дома, отдал ей перстень и пояс. Письмо свое он окончил следующими словами. Молю вас, любезные мои родители и честная невеста моя, не обижайтесь на меня, что я, покинул вас, причинил вам столь великую скорость. Я и сам скорбел всем своим сердцем по печали вашей. Многократно молил я Господа, чтобы он даровал вам терпение и сподобил вас Царствую Небесную. Надеюсь, он по благоутробию своему исполнит молитву мою, ибо я из любви к нему избрал столь многотрудное житие, не изменяя его ради слез ваших, так как для каждого христианина лучше более повиноваться творцу и создателю своего, чем родителям своим. Верую, что насколько великую скорбь причинял вам, настолько большую радость получите вы в Царстве Небесном. Так с пером и свитком в руках преподобный почил, дабы вселиться в обители вечной. Он молился до самой своей кончины. В воскресный день в соборе святого апостола Петра в присутствии императора Гонория и при большом стечении народа Папа Римский Иннокентий Первый совершал божественную литургию. И тут свершилось чудо. В алтаре от святого престола послышался голос «Поищите человека Божия, уже отходящего в другую жизнь, пусть он помолится о городе, молитва его для вас будет весьма благодетельна». И весь народ, услышав это, в ужасе полнится. по всему Риму стали искать человека, такого человека, и не знали, что делать, так как не находили его. Поэтому, снова собравшись вместе с папой императоров, в четверг вечером в соборе апостола Петра, весь город молил Господу казать ему годника своего, и открыть им человека Божия. И от престола снова был слышен глаз, «Ищите человека Божия в доме Эфемиана». Все присутствующие брались к Эфемиану, но тот ничего не знал. Тогда слуга, представленный к святому Алексею, рассказал о праведности нищего странника, нашедшего их в доме кров. «Господин мой, нищий, которого ты поручил мне, не есть ли человек Божий? Я свидетель великих и дивных дел его». Он постоянно постится, лишь по истечении дня, принимая немного хлеба и воды. Все ночи проводит в молитве и каждый день воскресный приобщается святых христовых таз. Он кротко и с радостью переносит все побори и оскорбления, наносимые ему некоторыми нашими рабами. Ефемиан поспешил домой. За ним двигалась целая процессия во главе с императором и папой. На Алексея уже нашли кусок. Лик блаженно почившего святого сиял нездешним светом, а в руке он сжимал свиток. Когда попытались взять его, рука не разжималась, а тело святого Алексея с почестами перенесли на ложе. Император и папа римский, приклонив колено, просили святого разжать руку и позволить им взять свиток. святой Алексей исполнил эту просьбу. Святой жизнеописание святого пренародно прочел чтец собора святого апостола Петра. Весь народ пребывал в молчании, изумляясь, каким удивительным образом этот служитель Божий воевал против человеческого естества, дабы приобрести благодать Господнюю. Отец и мать Алексея с плачем припали к телу своего святого сына, поклонились его честным останкам, и многие, видя это, плакали. А император, видя слезы и слыша стенания родителей Алексея, советовали им более радоваться и ликовать от того, что они произвели на свет столь великого святого, который во веки веков будет править вместе со Христом. И жития преподобного Алексея Божия, святителя Дмитрия Ростовского. После этого папа и царь беспреперсно взяли хартию из руки святого и передали хартуларию великой церкви, аэтию для прочтения. И при великом молчании окружающих он начал читать их. Когда он дошел до места, где было написано о родителях и невесте, о перстне и поясе перед их ей, тогда Ефимиам и почившим узнал сына своего Алексея. Он упал ему на грудь и, обнимая и целуя его, говорил сплачен. «О горе мне, возлюбленный сын мой, что ты сделал с нами? Зачем такую скорбь причинил нам? Увы мне, сын мой, сколько лет пребывая с нами и слыша плащ родителей твоих, ты не открыл себя, не утешил нас, несмотря на старость нашу, великой печали вызванной тобой. О горе мне, сын мой, любовь моя, утешение души моей, я не знаю, что мне теперь делать, оплакивать ли смерть твою или радоваться обретельную твоему? Так безутешно рыдал Ефимиан, терзая седины своей. Глоида слышал рыдание мужа и узнал, что умерший нищий есть ее сын, а открыла двери своего затвора в разотранной одежде, устремив полные слез с глаза к небу и вырывая распущенные волосы, она шла среди толпы теснивших все народы говоря, дайте мне дорогу, чтобы я могла видеть надежду мою, обнять возлюбленного моего сына. Подойдя к одру, она склонилась над телом сына своего, обнимала его и целовала со словами, увы мне, господин мой, чадо мое сладкое, что ты сделал, зачем доставил нам такую великую скорь, увы мне, светочей мой, как ты не открылся, столько лет живя с нами, как ты не жалился над нами, постоянно слыша наши горькие о тебе рыдания. Невеста, тридцать четыре года прожившая без жениха и носившая в знак печали черной одежды, также пала на честное тело, омочая его ручьями слез, и с любовью лабызая, она горькой безутешно рыдала, говоря, увы мне, горе мне, ее рыдания и скорбные жалобы возбудили присутствующих слезы и плакали все вместе с невестой и матерью. Царь и папа повелели нести одрсть честным телом человека Божия и поставить его среди города, чтобы все могли видеть его и прикоснуться к нему, и когда это было исполнено, сказали народу, вот мы нашли того, кого искала вера ваша. Ложе с телом святого Алексея было поставлено посреди центральной площади, к нему стал стекаться народ, чтобы очиститься и разрешиться от недугов своих. Слепым возвращалось зрение, глухие начинали слышать, немые громко прославляли Бога, лукавые духи бежали, одержимые и душевно больные исцелялись. В виде такую благодать император Гонори и папа Иннокентий Первый сами понесли тело святого в погребальной процессе. Но толпа была столь велика, что погребальное шествие не могло начаться. Император повелел разбрасывать золотые монеты в надежде, что толпа отступит от гроба, дабы собрать их. Но и это оказалось тщетным. Народ пренебрег тленным золотом, чтобы волчить нетленную благодать, дотронувшись до тела святого. Честное тело святого Алексея, Человека Божия, было положено в церкви Святого Бонифате и в настоящее время это храм Сантии Бонифаца Эд Орессио на храме Авентин. Из мраморного гроба, сделанного по заказу императора, украшенного золотом и драгоценными камнями, обильно истекала благопухающая мира, наполнявшая рад. И все помазались тем миром во исцеление всяких болезней. И погребли с честью честные останки святого Алексея славы Бога. В некоторых житиях указано, что святой Алексей прислал. Согласно другим источникам, святого Алексея, Человека Божий, погребли 17 июля 383 года в церкви Святого Петра. Но этим сведениям противоречат годы правления императора Гонория и служения Папы Римского Иннокентия, лично участвовавших в погребении преподобного Алексея. 1216 году были обретены мощи святого Алексея. Они были принесены в церковь мученикова Нефахи и над ними была построена великолепная церковь. Спасибо, Господи, братья и сестры, за то, что послушали житие святого преподобного Алексея Человека Божия. Оно совсем кратко дается нам в источниках. Поэтому мной было исследовано четыре разных жития, по-разному там было написано некоторые моменты исторического характера. Я попытался их собрать воедино, попытался, чтобы они соответствовали православному вероучению, тому, что написано у святого Дмитрия Ростовского и, конечно же, то, что сейчас изложено, это самое более полное житие. Молитвами святого Алексея Человека Божия Господи помилуй нас. Аминь. Спасибо, Господи, братья и сестры. Благодарю нашу Владыку, да, благодарю нашу Владыку, спасибо, Господи.